Девушки отдыхают 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 Только таскаться по салонам – вариант так себе. Опера, конечно, ноги кормит, но есть идея получше. О, здрасте. Как раз сауну прогрели с девочками. Здрасте. Извините. На Манджелу. На вынос. Слушай, скажи, а Дудин это, чего он злой такой всегда? Ваня нормальный парень, у него просто период сложный. Ты на него не обижайся. Нет, нет, нет. На каждый плевок внимания обращать, захлебнуться можно. Я все объясню. Если это из-за вчерашнего мужика, то он сам напился, ей часы забыл. Я тут ни при чем. Ручки покажи. Знаешь, где такой делают? Такой только Маша из салона Нэнси. Умничка. Плюс один в карму. Пойдем, это здесь, на районе, близко. А часы-то мне куда-то деть? А в бюро находок отнеси. Мультик такой есть мой любимый. Смотрела? Нет. Она обычно мастер на дом вызывала, а вчера ногу сломала и вечером в салон без записи пришла. Соседи опросила? Нет, не успела. О, тебе только семечек не хватает. Угощайся. Да нет, уж давай лучше работать. А что, я соседей опросил? Опознали погибшего по фото. Ты ключи принес? А-а-а! Чёрт! Ты чего? Это ж не собака Бускервилей. Маленькая тяпнуть может. Мы тебя защитим, сэр Генри. Оба-на! Смотри. Нифига себе! Норм девка жила. Сколько здесь? Ну, посчитай. Ага, нет, начальник. У меня с математики труда. Я лучше порой, сможет, тут золото, бриллианты ищет. Я думаю, здесь около двух миллионов. Тань, надо бы номера переписать. Перепишите? Я пока его выведу. А то он, наверное, целые сутки сидел, да? Малыш, мы сейчас тебе поводок найдём. А-а-а! Ничего интересного, Олеса. Да. Как в твоей голове. Ух ты! Здрасте! Здравствуйте! А где твоя хозяйка? А вы знакомы с хозяйкой? Олесе? Да. Я их часто здесь и южу на площадке. Ну, Олеса особо не разговорчивая. Меня болтушку как-то терпит. Олеса, к сожалению, погибла. Я из полиции. Да вы что? Как же теперь собачка? На улицу, что ли, выкинут? Не переживайте, позаботимся. Вы не могли бы побольше рассказать об Олесе? С кем она общалась? Да я её ни с кем не видела. Хотя, по-моему, позавчера... Да, позавчера какой-то мужчина её спрашивал. Чего хотел? Представился сотрудником банка. Сказал, что Кондрашова им задолжала. Спрашивал, здесь ли она живёт. Как он выглядел? Молодой такой. Честно, не особо он похож на сотрудника банка. Больше на рэпера. Вы название банка не запомнили? Нет, он не сказал. Мы просто поговорили, он сел в машину и уехал. Но машина, знаете, такая... Большая, как грузовик. Но легковая. А номеров я, к сожалению, не запомнила. По описанию, похоже на пикап. Таким вполне могли сдавить Кондрашова. Ну, значит, это не несчастный случай, если преступник преследовал погибшую. Можно? Да, да, заходи. Тут ответ из сотовой компании. На Кондрашову зарегистрирован номер. Правда, он уже полгода не обслуживался. Это номер того телефона, который нашли в сумочке у погибшей? Там номер левый, без регистрации. Тариф бандитский. Может, она его потеряла? Я однажды в учебке за лето четыре трубки посеял. Родители аж выпороть хотели. Лучше бы выпороли. Тогда бы ты лучше за своим удостоверением следил. Дуй в дежурку, там оно. В столовой ты его потерял. Ирина Николаевич, погибшая на свою страницу в соцсети не заходила с ноября прошлого года. А раньше целая куча селфи каждый день. Может, на дно залегла? Или денег задолжала? У нее наличными два миллиона. Ну, вот вы в прошлой жизни ее и покопаетесь. А я в командировку уезжаю на три дня в Сочи. Отставить улыбки, Васильева. Расширенное совещание министерства. Вместо себя оставляю Дурина. Меня? Тебе надо уйти в работу. Подумать о службе. А не только о своих личных переживаниях. А что такое? Со мной все в порядке, я только о работе и думаю. Ирина Николаевич, а давайте включим в состав следственной группы лейтенанта Воронина из местного ОВД. Тань, зачем он нам нужен? Он наглый, много болтает. Он болтает по делу, Вань. Ну, я не против. Стой, стой, зараза, Мохнарда. Стой, стой. Это еще что такое? Собака погибшей. Ага, вещдок. Следите получше за этим вещдоком. А у вашей сестры были какие-то приметы? Родинки, шрамы? Шрамов не помню. А родинки? Нет, приметных не было. Ясно. Но я все равно убедительно вас прошу приехать в Москву на опознание. Ладно. Только мне нужно время. У меня трое детей и хозяйство в поселке. А муж вахтовиком на Ямале. Понятно. Всего доброго. Да, что-то она не особо расстроилась, узнав о смерти сестры. Ну, родственники всякие бывают. Идем. Рабочий день окончен. Солнце взошло. Рабы идут домой. Стойте, ребята. А собаку куда девать? Ко мне нельзя. У меня две кошки. У меня конорейка и хомяк с трупа. Я пас. Извини, Таня. Я с собаками как-то не очень. Ну, пойдем домой. Я надеюсь, Ларчик нас с тобой не выгонит. Но я все равно не понимаю, почему этот пес должен жить у нас. Ты еще задержанного домой приведи. Ларчик, ну ты же самая-самая-самая-самая добрая. Ну, ты же очень любишь животных. И он очень милый. Ну, люблю. И он очень милый, Таня. Ну, это же ответственность. Но вот рыбки, они неприхотливые нервы успокаивают. А собака – это специальный корм. Опять же, с ним гулять нужно. А ты все время на работе. А где он? Там что-то упало. Ты посмотри, что он устроил. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Пес. Иди, иди. Не волнуйся. Все-все-все-все. Все-все-все-все-все. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Чш-чш-чш. Ну, все-все. Все, сладкий. Ты знаешь, а я помню это дело. Витю вызвали на труп, а труп ожил. Как это? Милицию я вызвала. Неудобно получилось. Нам уже не нужно. Спасибо. Что значит спасибо? У нас вызов – убийство. На двери следов взлома нет. Вы хозяйка квартиры? Я. Где потерпевший? Лева? Там. Поаккуратнее, пожалуйста. Грешуков. Лев Семенович. Лев Семенович? Да, это я. Но я жив, как видите. Зачем ты вот это вот все вызвал? Расскажи мне. Я думала, тебя убили, Лева. Убили. Не убили. Принесли его домой, оказалось, он живой. Пойдемте со мной. Кем вам приходится потерпевший? Родственник? Нет. Близкий друг. А что, разве это запрещено? Нет, 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 нет. Продолжайте. Лева пришел вчера вечером в гости. Осталось ночевать. О том, что ночью было, тоже рассказывать? Давайте сразу про утро. Утром я пошла на работу. Лева будить не стала. Где работаете? Старшим методистом в управлении кинофикацией. Могу билеты на фестиваль организовать. Ух ты, а я бы сходил. В обеденный перерыв заглянула домой. Дверь открыта, Лева лежит в коридоре на полу, голова разбита, я подумала, его убили. Что-то пропало? Я не знаю. Ну, так посмотрите. Да, хорошо. Я совершенно официально заявляю, это был несчастный случай. Я сам упал. Что скажет медицина? Потерпевшего по голове ударили три раза. Я все зафиксировал в карте. Значит, по-хорошему не хотите. Ладно? Я инструктор общего отдела ЦК КПСС. А я следователь по особо важным делам московского уголовного розыска. Вы что, не понимаете, с кем имеете дело? Вы член партии? Послушайте, не в вашем случае еще называть партийной справедливости. Не находите? Мы с вами поговорим в другом месте. Лично я милицию не вызывал. И оставаться тут не намерен. Пятьсот рублей пропали. И избиркнижка на предъявителя на четыре тысячи рублей. Леша, нужно будет ходить в избиркассу и посмотреть, может быть, преступник не успел снять деньги. Это конец. Что такое? Мой портфель пропал. Дорогой портфель? Как отиловой кожи, но это не важно. Так, что внутри было? Очки, ручка, Паркер. Это тоже не важно. Там секретные документы. Я погиб. Заявление писать будете? Нет. Опередил нас преступник Виктор Сергеевич. Получил деньги, передавив паспорт на фамилию Капанадзе. Кто такой Капанадзе, выяснил? Да. Заведующий хозяйственной частью санатория ВВЦ СПС. Пять дней назад написал заявление на пропажу паспорта. Кассирша что говорит? Запомнил, что преступника борода. То, что он положил деньги в портфель с крокодиловой кожей и расписался ручкой Паркер. Наглый тип. Нужно составить фоторобот этого бородача. Сделаем. Виктор Сергеевич, а что за секретные документы пропали? Да бог его знает, Алеш. И у Гришукова не спрощишь. Попробуй-ка сотрудника ЦК на допрос вызвать. Все равно это дело КГБ себе заберет. Это по их части. Майор Васильев слушает. Виктор Сергеевич, добрый день. Я из ЦК. Звоню по делу о нападении на товарища Гришукова. Хотелось бы с вами пообщаться. Давайте пообщаемся, когда вам удобно. Встретимся через 15 минут в сквере на Петровском бульваре. Как я вас узнаю? Ну вот, Алеш, началось. Из ЦК звонили. Вызвали на разговор. Точно Гришуков нажаловался. Виктор Сергеевич, вас подстраховать? Да нет, я сам. Дверной замок из квартиры Рудниковой на экспертизу отправь. Понял. Да, шикарно живете. Светло, просторно. О, кресло удобное. Так, как тебе там? Воронин, давай с моего места вали. Уилл, начальник. А мое место где будет? На улице. У нас тут своих любителей штаны просиживать хватает. Да, Лобов. Что? Что, к криминалистам сходи. У них заключение по автомобильному следу готово. Иду. Как будто бы Зуев и не уезжал никуда. Удачно я к вам свалил, ребят. На мне в отделе пять краж висели. Пьяная поножовщина и попытка изнасилования. И по всем срокам выходит. А какой от тебя толк, если ты с алкашами справиться не можешь? Ну, а что я виноват, если у них вместо показаний амнезия сплошная? Таня, а ты чем занимаешься? Я страницу Кондрашова изучаю. Тут на фотографиях есть один бар, куда она часто с девочками ходила. Сгоняем? Ну, вон, бери этого борца с бытовой преступностью. Идуйте в бар. А что, бар-то пивной? Коктейльный. О, погнали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Тебе чего? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Телефон забыла. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вон та, у бара, в серебряной куртке. Эля зовут. Гламурная щека. Ладно, кофейку попей. Прикольно. А она чего? Серьезно? Вот отстой. Красавица, свободна? Погоди, ко мне какой-то гопник клеится. Да, умеешь ты подкатывать девушкам. Нормально. Сейчас попробуем по-другому. Здорово, красотки! Ты куда прешь? Мужской дальше по коридору. Айда на выход. Скидки на самбуку пропустите. Ага, сейчас разбежались. Слышишь? Мне бы с подругой выединиться здесь. А-а-а. Эля, а ты задержись, пожалуйста. Грабли убрал. Спокойно. Мы из полиции поговорим, отпустим. Олесю Кондрашову знаешь? Знаю. Но я не видела ее последние полгода. Она вроде бы свалила куда-то. Олеся малость странная. В смысле? Ну, наивная, типа Золушки. Мечтает выйти замуж за богатого мужика, родить ему троих детей. Ну, кукукнутая, короче. Да что, олигархов порядочных не бывает. Слушай, а куда Олеся сейчас пропала, не знаешь? Девочки болтали, что зимовать свалила на Бали или в Телланд. И на какие бабки она жила в ожидании этого олигарха? Работала моделью в ивент-агентстве. И мне заказы подкидывала. Контора дурная. А что не так с ней? Да упырь там один занюханный. Санчо подкатывал ко мне. Намекал на особые подработки продюсер хренов. Я не дешевка, чтоб спать за бабло. Слушай, а давай ты сейчас берешь трубу свою, звонишь ему, говоришь, близкая в бабках нуждается. Ну, вот она, например. Ты обалдел? Мне еще жить в этой тусовке. Мне проблемы не нужны. Я тебя услышал. Дай сумку. Не имеешь права. Да, да, да. Опа-на. Нежданчик. Колесиками болошусь. Это таблетки для желудка. Да, да, да. Я вижу. Это экспертиза покажет. А ты пока в изоляторе отдохнешь. Ну, ты полный. Ладно. Я позвоню. Все равно ерунда какая-то. Выдерните этого Санчо на допрос и все. Ага. Так он вообще и выдернулся. Тогда девушек моделей допросите. Слушай, если эти девки узнают, что Кондрашова не набали, а в морг загремел, они сольются, все мы их полжизни искать будем. А так Танюша по-девчащей с ними пообщается. Не знаю. Все равно мне эта идея не нравится. Ну, нравится, не нравится, начальник. Куй железа не отходя от кассы, да, как классики говорили. Тем более, Танюха согласна. Я вообще-то еще ничего не решила. Но если надо, я готова. Хотя, Вань, тебя понимаю. Это же надо Зуеву звонить в Сочи, да? Операцию согласовывать. Ладно, работаем. Но только давайте без самодеятельности. Ясно? Есть. Ясно. Так я не поняла, тебе этот Никита понравился или нет? Ну, он прикольный. С ним интересно. Хотя он так эту девушку в баре напугал. А она даже неподозреваемая. Она так, свидетель. Хотя, признаю, его метод работает. Танюша, а помнишь, как в первый рабочий день Ваня отпустил вора, которого ты задержала? Будника. Да. Помнишь, как ты возмущалась? Ну, ба, это совсем другое. Ваня же его не кошмарил. Кошмарил. Тоже набралась на работе. А? Я говорю, что тебе еще очень многому предстоит научиться. Угу. Кстати, как там Ваня? Все еще переживает из-за гибели Наташи? Я думаю, да. У него то хорошее настроение, то он в какую-то прострацию впадает. А вчера случайно увидела, как он ее фотографию рассматривал. И я не знаю, как его растормошить. Не надо его тормошить. Время все расставит по местам. А ты куда это такая собралась? В клуб. С Ваней, с Никитой. Дресс-код. Понимаешь? А. Ну, хорошо. Ване полезно. Отвлечься в кругу друзей. И вообще, от работы отдыхать надо. Я все время твердила... Это моему деду, да. Ба, а ты на свиданку? А то как же. С испанским режиссером. Я надеюсь, он симпатичный. Таня! Только ничего не говори. А я б с тобой замутил. Так, давай, Таня, иди. Как договаривались, без самодеятельности. Я все помню. Пока, мальчики. Ты где такую колымагу-то нашел? Ты угораешься, старик. Я ее сам по винтику перебирал. Из Перми на ней приехал. Ну, оно и видно. Ой, ты так много понимаешь в этом. Это ж классика. Это танк. Молд скул, значит. А? Старая школа. Ну, да. Сидеть здесь. Из комнаты не выходить, не курить. Поняла? Приветик, я Василиса, а ты новенькая? Привет, да. Таня. А что тут делать нужно? Полками шевелить. Ну-ну-ну, ржать хватит. Все первый раз начинали. Ты не переживай, Алиска у нас в КВ не начинала. Мне подруга сказала, тут можно подзаработать. Так, что за подруга, я ее знаю. Олеся Кондрашова. Леська. Ничего себе. Объявилась, значит, да? Да нет, она мне давно телефон давала, просто меня сейчас приперла. Леська у нас тут в фаворе была. С нами в гримёрке не торчала. Вот как. Почему? У Грегора в кабинете сидела. Скорее лежала. Грегор хозяин агентства. Ты ему только про Леську не говори. Она, когда его кинула, он ей ноги обещал выдернуть. Если найдет. А Грегор иностранец, что ли? Ага, из Ростова. Слушай, а вот Танюшкина наша есть кто-нибудь? Бабушка есть. Да не, ну я имею в виду, там парень. А тебе чего? Ну, она девка видная. Ну ты что, сам к ней к линии подбиваешь? Послушай, я на работе исключительно работаю, чего я тебе желаю. Да, старик, я как-то в монахи не записывался. Так. Ты? 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 И ты. Девочки, за работу. Живее, живее. Телефоны сдать мне. А то знаю я вас. Через секунду все в инстаграме будет. Ты тут временный гость. Скоро отправишься обратно в свое ВВД и будешь там проституток, да алкашей гонять. Так что от Танюхи отстань, понял? Давай я сам решу. Понял? Заткнись, пожалуйста. Видал? Давай заводись за ними, поедем. Ну что там у тебя? Да не заводится. Что значит не заводится? Да не заводится она. Давай заводи Колымагу свою. Да не заводится она. Пошел ты с твоим танком. Стой. Салам алейкум, братанчик. Погнали, дорогу покажем. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Благодарю, что откликнулись. Гордеев Валентин Валентинович. Референт секретаря общего отдела ЦК. Рад знакомству. Ну что ж. Будем знакомы. Виктор Сергеевич, меня интересуют подробности дела Гришукова. Собственно говоря, подробностей-то и нет. Это плохо. Дело исключительно важно. Если такое важно, может быть сразу передадим ему КГБ? При необходимости такое решение будет принято. А пока есть мнение оставить дело в море, Виктор Сергеевич, у вас чистая анкета, отличный послужной список. И, наконец, вы членкой ПСС. Партия вам доверяет. Спасибо за доверие. Но как искать, неизвестно что. В портфеле были материалы к речи Леонида Ильича Брежнева на предстоящем пленуме ЦК. Не повезло Гришукову. По нему решение уже принято. Речь, конечно, подготовить и без этих бумаг. Но документы необходимо найти. Гришуков отказывается сотрудничать со следствием. А я думаю, с Гришуком у вас проблем не будет. Он отправлен в отпуск. Присылайте ему повестку, пусть входит к вам. Показания дает. А я поздно проснулся. Десятый час уже был. Вот. Услышал шум в коридоре. Думал, Галя вернулся. Вышел в коридор, а это не Галя. Это мужчина стоит. Ну и... Бац! И вырубился я. Описать преступника можете? Описать могу. Борода. И все? Все. Хорошо. Так и запишем. Борода. Лев Семенович. Да. А как часто вы посещаете гражданку Рудникову? Часто. Не часто я ее посещал. Я хожу к ней два года. С четверга на пятницу раз в две недели. Дело в том, что в четверг моя жена уезжает на дачу, огородит яблочки. Кто-то из ваших знакомых в курсе ваших встреч? Нет. Я никому об этом не рассказывал. А вообще, если честно, я считаю, что это происки западных спецслужб. Галя. Агент. А меня заманили. Это надо обязательно проверить. Да. Алексей. Нужно поговорить с соседями Рудниковой. Ты, может, то, что интересное вспомнит. Хорошо. Да, Алексей. Это Галина. Рудникова мимо идет, цок-цок. В подъезд прошмыгнет, не кивнет. И мужики к ней такие же шляются, неприветливые. Ой. На, подержи. И много к ней мужчин ходит? Да полно. Только все непутевое, порядочной. С такой вертихвосткой шуры-муры разводить не будет. А вы всех ее любовников знаете? Лично, непредставлено. Но я вижу всех, кого она водит. Вот недавно с очередным рассталась. С таким низеньким в костюме? Нет. Это другой. Я случайно услышала. Встаю, цветы поливаю. А Галина у открытого окна по телефону кому-то жалуется. Что никак не может от этого мужчины избавиться. А имя его называла? Нет. Но сказала, что он проходы ей не дает. Сцены ревности устраивает. И даже требует вернуть деньги, которые тратил на нее. Удивительно, как много вы случайно услышали. Дай сюда. Не хочешь, чтоб тебя слышали? Окна закрывай. Всего доброго. Я не собираюсь комментировать дурацкие слухи. Моя личная жизнь никого не касается. Увы, не соглашусь с вами. Ваша личная жизнь напрямую связана с преступлением. Я никого из своих знакомых не подозреваю. Еще не хватало, чтобы к приличным людям милиция ходила. Ваш близкий друг Гришуков тоже вроде приличный человек. А Леве не стоило секретные документы с собой таскать. А вы знали, что в портфеле секретные документы? Не знала и знать не хочу. Ни Гришукова, ни его тайна. Обещала с женой развестись. Говорил, что любит. Два года голову морочил. На Рижское взморе возил. Подлец. Женское сердце так легко разбить? Да что вы знаете о женском сердце? Заключение трассологической экспертизы по делу номер 218, дробь 4. На исследовании представлен дверной запорный механизм цилиндрового типа «Далее замок». В результате исследования установлено. На внутренней поверхности однорядного штифтового механизма цилиндрового замка имеются характерные механические повреждения, что позволяет сделать вывод о том, что устройство подвергалось взлом. Значит, работали профессионалы. Отпечатки пальцев нигде не оставили. Здрасте. Здрасте. Покушать пришли, да? У нас в меню новый салатик. У меня пельмешек, как у того товарища. К сожалению, пельмешек нет. Это я из дома принесла для своего любимого мужчины. Поздравляю. Спасибо. Давайте я вам салатик весенний принесу из свежайших чебуречков. Ладно? Две минуточки. Похоже, Зина влюблена. Зина? М? А, слушайте. А может, Рудникова шпионка бывает на кинофестивале? Общается с иностранцами? Могли и завербовать. Ну уж, шпионами пусть коллеги с Лубянки занимаются. Мне пока больше интересна любовная связь этой глины. Рудникова Галина, мама ее знает. Да? Интересно. А давай я что-нибудь куплю себе на ужин? Так давай поужинаем у нас. Мы почти пришли. Не думаю, что твоя мама будет рада меня любить. Анна Матвеевна, спасибо. До свидания. Лариса, ты в чем в очереди-то? Ты же Анну Матвеевну знаешь. Пойдем. Спасибо. Мы постоим. Как все. Ну, хозяин барин. Мам, а ты же знаешь Галину Рудниковну? Витя расследует дело, окраживая ее квартире. Очень хорошо. Пусть расследует. Ты здесь при чем? А вам, молодой человек, должно быть стыдно, что вы выпытываете сплетни у моей дочери о приличных людях. Лариса, у нас сегодня гости. Я надеюсь, ты не забыла. Девять часов, я жду тебя дома. Нет, ты слышишь? Сама же мне все уши проружало про этих любовников Рудниковой. Да, трудно мне быть с твоей мамой подружиться. Скажи, Инесса Петровна давно знает Рудникову? Ну, лет десять уже знакома. Да, Галина помогает нам доставать билеты на фестивальные фильмы. А мне она тоже предлагала билеты. Она с тобой кокетничала? Нет, в тот момент ее интересовали украденные деньги. Ты что, ревнуешь, что ли? Ладно, у Рудниковой много поклонников? Ну, одна она долго не бывает. Недавно рассталась с артистом кино Кириллом Шляковым. Застукала его в доме кино со студенткой в ГИКа. Галина параллельно встречалась и с Гришуковым, и с артистом Шляковым? Не знаю, но мама сказала, что скандал был безобразный. Она кидалась на эту студентку, потом нашляковала, кричала на него матом, потом Кирилл на нее. Подожди. Двое мужчин, одна женщина. Шляков вполне подходит на роль грабителя. И сопернику отомстил, и деньги украл. А накладная борода – это очень даже по киношному. Ты опять о работе? Мы уже пришли. Что ты в последний момент мне все время эти монологи подсовываешь? Ну, не говорят зайца монологами, не говорят. Что в последний раз, ладно было? Ой, господи. Учить, 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 учить. Кирилл Шляков? Автограф? Майор Васильев, московский уголовный розыск. Уголовный розыск. Неожиданно. Скажите, вам знакома Галина Рудникова? Галина. Уже настучала, да? Ты все, отомстить хочешь? А, стерва. Отомстить вам? Но я ее бросил, она никак не успокоится. Вы знаете, я никакого отношения к ограблению ее квартиры не имею. Уже в курсе, откуда есть ли секрет? Ну, звонила, орала на меня. Вы проверьте, я вот в тот день, когда ее грабили, весь день снимался. С утра на съемочной площадке был. Обязательно проверим. Фамилия Капанадзе вам знакома? Капанадзе? Грузин. Ну, шапочная. Подсаживался к нам пару раз в ресторанце ДК. Вы извините, мне на съемку пора. Зачем нас сюда привезли? Сейчас отберут всех, кто понравится. А остальных отпустят. Я передумала. Откуда ты такая нервная взялась? Тебе что, деньги не нужны? Танюша? Ба? Ты откуда здесь взялась? Я здесь перевожу. Этот сеньор из Испании снимает клип в Москве. А вот что ты здесь делаешь? Потом расскажу. Я тебя очень рада видеть. Лора, Кариня, что происходит? О, пердон. Это Таня. Все, стоять! Полиция! Руки за голову, ноги на ширину плеч. А то, то, стабьен! То, то, стабьен! Ну, эстрас, чикос! Тиро импрессионанты! Браво, браво! Что? Понравилось. Хочет снимать это в клипе. Привет, мальчики! Здрасте. Что здесь происходит? Да, на бордель это явно не похоже. Тебе виднее. Водички? Короче, они тут и правда кино снимают. Да, я бы этого Грегора на всякий случай проверил. Ну, что, мальчики, девочки, по домам? Я вас провожу. Мы вас проводим, Владимир Андреев. В этом нет необходимости. Я вызвала такси. Ну, тогда мы пойдем. Пойдем. Пойдем, говорю! Заколочки не забыть вернуть. Хорошо. А ты, Танюша, спанцу понравилась. Хочет снять тебя в своем клипе. Нет уж, мне и кино, и жизни достаточно. Отпусти ее! Ваза, хлопни! Пошла! Господи, Господи, да что же это? Алло, алло, Ванечка, Ванечка, Таню похитят. Да перестань мельтешить. Лара Андреевна, успокойтесь. В городе введен план перехват. Машина заметная. Быстро найдем. Много твой перехват раньше помогал. Заткнешься ты уже или нет, а? Мальчики, не ссорьтесь, пожалуйста. Слушай, этих уродов из агента прессануть бы. Мордой в пол, наручек и на батарее. А вот один из них. Стоять, полиция! Двое козлов на пикапе забрали нашу сотрудницу. Если с ней что-то случится, я тебя понял. Я понял, ты здесь при чем? Я ничего не знаю. Смотри, начальник, так ничего не добьешься. А вот так может сработать. У кого из ваших есть пикап? Он что, в кино? Плохой и хороший полицейский? Терролевые игры любишь, пупсик. Стойте! У Макса есть пикап. Он совладелец агентства. Где они могут прятаться? Я не знаю. Пожалуйста, помогите. Там моя внучка. Я правда не знаю. Я вас очень прошу, пожалуйста. У Грегора есть место на паркинге. Это где-то в районе Сити. Кто ты такая, мать твою? Я, Таня. Убейте меня, пожалуйста. Не бесси меня, тварь! Что тебе известно про Кондрашову? Кто тебя подослал, а? Я правда ничего не знаю. Да хорош колеса глотать. Думаешь, что нам делать теперь? Отпускать ее нельзя. Я из полиции. Меня уже ищут. Макс, ну ты дебил. Из-за тебя мы влипли в это дерьмо. Чего там? От одной девки избавились. И эту надо кончать. Стоять! Полиция! Это твой! Руки за голову! Танюш, ты в порядке? Нормально. Ты опять меня спас. Слышь, дебилой, заканчивай. В тюрьме лучше, чем в Борге. Еще посмотрим, кто кому на могилку будет цветы носить. Стой! Стой, я сказал! Погоди, быстро! 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 Лежать! Понял? Братан, ты номера запомнил? Это своя тачка. Ну что, Шашкин Григорий Анатольевич, похищение сотрудника полиции – это уже серьезно. Она же сама пришла, как модель. Скажи ему. Мы просто поговорить хотели. Да? А мне показалось, что твой татуированный друг предлагал меня убить. Макс себе колесами все мозги выжиг. Ну, у тебя-то мозги есть. Зачем нужно было убивать Кондрашова? Я не понимаю, о чем вы. Я Лесю не видел уже полгода. Зато тебя видели около ее дома накануне убийства. Экспертиза подтвердит, что Кондрашова была сбита именно вашим пикапом. Это тачка, Макс. Ну, угрожал Кондрашовой ты. Почему она сбежала от тебя? Не хотела спать с клиентами? Вы с ума сошли. У меня же не публичный дом. Значит, отказала лично тебе. Слушайте, вы реально не понимаете. Я любил эту дуру. Чего же она от такого красавца в бега подалась? Да я сам не врубаюсь. Мы подсапались в очередной раз. Она собрала вещи, свалила в Таиланд. Я заблокировал карточки, думал, она вернется, а она исчезла на полгода. И ты пригрозил с ней расправиться? Слушайте, я не от Таилла, чтобы своих доземон душить. Я только полляма вбухал в ее пластику. Молодец. Как ты нашел Олесю? Один знакомый гаишник сказал, что она засветилась у них в базе, права получала. А потом инструктор в автошколе показал место, куда он ее подвозил после занятий. Вот ты вроде не дурак. И деньги есть. И колеса не жрешь, как твой друг. Зачем девушку убивать? Да не хотел я ее убивать. Ну что, красавица? Думала, я тебя не найду. Мы с Максом просто видели, как она пошла в салон. И на обратном пути хотели с ней поговорить. Что было дальше? Потом мы с Максом увидели, что она все еще жива. Ты что натворил? Я эти жизнь спас, придурок. И что? И что нам теперь делать? Валить? Нас никто не видел. Я Макс включил заднюю передачу и... Тело мы оттащили в кусты. Это ведь была самооборона, да? Да, Шашкин. Беру свои слова обратно. Ты явно на какую-то лютую дурь подсел. Вы меня тоже ради самообороны похитили? Нет. Алиса позвонила, сказала, что ты спрашивала про Лесю. И мы с Максом просто хотели узнать, кто ты такая. Кстати, о твоем вооруженном друге. Где его искать? Я... Я понятия не имею, что этому дебилу в голову взбредет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя фотографии Капонадзе есть? Да. Покажи. Похоже? Похож. Значит, пора с ним пообщаться. Может, он тоже любовник Рудниковый? Горячий Кавказец отомстил сопернику. А зачем деньги брал? Он же за вхоз. Подсчитал убытки. Да. Как-то не по-мужски любовницу грабить. Ну что, Сергеич? Свои любовные похождения обсуждаешь? Давай отойдем. Поговорить надо. А давай при Алексее? У меня от него секретов нет. Как знаешь. Тут на тебя заявление поступило. От гражданки Северовой. Инессы Петровны. Пишет, что ты, пользуясь служебным положением, соблазнил ее дочку. Чего? То самое. Нехорошее, так сказать, поведение с твоей стороны. Да. Хотя я-то тебя понимаю. Студентки, они такие. Сдержаться сложно. Ты чего такое говоришь? Ты не горячись. Сам понимаешь, мне на сигнал придется реагировать. С дороги пошел. Витя, а что случилось? Собираю вещи. Завтра же подаем заявление в ЗАГС, перейдешь ко мне жить. Где-то тебя что? Это детайл? Да. А что здесь происходит? Инна Светлова, пользуюсь служебным положением для обустройства личной жизни. Так вы, кажется, сформулировали свои кляузы на меня. Витя, мама, что ты сделала? Что я сделала? А я написала заявление в Портком, чтобы уберечь тебя от этой ошибки. Какой ошибки? Витя ошибка. Конечно, ошибка. Виктор, вы не волнуйтесь. Я к министру пойду. Я в ЦК напишу. Я по всем инстанциям пройдусь. Вы не волнуйтесь. В ЦК тогда сразу пишите. Так надежнее. Обязательно. Мама, я люблю Витю. А что ты понимаешь любви? Солнышко моё, успокойся. Ты ещё ребёнок совсем. Ну не любовь это, пойми. Это блажь. Это блажь просто назло мне. Мамочка, я тебя очень люблю. Но я сама буду решать, с кем и как мне строить свою жизнь. Витя, убери чемодан. Лара. Лара! Лара! Ты пожалеешь! Ой, господи. Осторожно, можно, а? Гражданин Капанадзе? Здравствуйте. Майор Васильев, московский голодный розыск. Ремонт затеяли? Нет. Нет, чешскую сантехнику купил по случаю. У меня чек есть. Да, вы не переживайте, я по другому вопрос. Рудникова Галина Павловна, знаете такое? Да. А что, собственно говоря, вас интересует? Ну, собственно говоря, у меня всего пока один вопрос. Интимный. Вы состоите с Рудниковой в близких отношениях? Вы что говорите, я солидный человек. Я заведующий хозяйственной частью санатория ВЦСПС. У меня жена есть, у меня дочка есть, студентка. Ну, не волнуйтесь, нет так нет. Но вы ее знаете. Я с Галиной связан исключительно по работе по управлению кинофикацией. Периодически беру у нее копии фильмов и показываю отдыхающим. Это прекрасно. А вы сможете объяснить, как деньги с сберкнижки украден у Рудниковой были сняты по вашему паспорту? А я потерял паспорт. Об этом заявлении имеется в милиции. Заявление имеется. Но, тем не менее, буду вынужден вызвать вас на процедуру опознания. Унитаз домой занести можно? Можно. Так они у вас все на одно лицо? Нет. Этих никогда не видела. Этот немного похож, но покажите ваши руки, пожалуйста. Нет, не он. Вы уверены? Я в окошке за день сотни рук вижу. У гражданина, простите, пальцы короткие, волосатые. А у того пальцы были длинные, как у музыканта. Всем спасибо, все свободны. Вы что стоите? Вы тоже свободны. Капанадзе тоже мимо. И артист этот Шляков тоже отпадает. У него алиби. В момент ограбления он был зайчиком на Масфильме. Зайчик-побегайчик, как же нам тебя поймать? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Майор Васильев, аппарат. Понял. Это Зина. Ее тоже ограбили. Значит так, похищены драгоценности на сумму 4 тысячи рублей. Деньги 2 тысячи рублей и шуба. Леш, ты успеваешь? Да. Клана из гостей вернулась. Такое хорошее настроение было и тут. Зина, шуба. Сколько стоила шуба? Полушубок. Из песца. За тысячу брала я шапку к нему за 300. Шила. Ого. Это ж целый мотоцикл. С коляской. Леш. Так. В комиссионке цены такие. Это еще по блату взяла. Да. Потому что если не по... Про цены в комиссионке мы в курсе. Виктор Сергеевич. Не знаю, что за напасть такая. Еще трех лет не прошло, как меня в прошлый раз обворовали. Вот точно. Сглазили, сглазили. Сейчас народ такой пошел. Зависливый. Чужих отпечатков пальцев нигде нет. Замок на входной двери цел, но среда с мучками. Так жить опасно стало. У меня уже двух знакомых обворовали. И все приличные люди. Замок на трассологе. Сравнить с отпечатками пальцев в квартире Рудниковой. Угу. Вдруг почерк тот же. Вот. Зина, сядь. Оперативное донесение. Экспертизой установлено, что замки в квартирах Рудниковой, ГП и под Березкиной ЗАЮ скрыты идентичным способом. В последнее время в Москве участились случаи квартирных краж. Аналогичным образом были вскрыты квартиры заведующей меховой секцией магазина «Молотон» Кулакиной ТП, мастера кузовного участка станции техобслуживания автомобилей «Жигули» Петрова П.Д. и директора магазина «Диета» Дмитриевских НВ. В столице работает серийный вор-гастролер. Уже несколько эпизодов с его участием. Так почему его до сих пор не нашли? Он настоящий артист. В одном месте переоделся грузинам, во втором нацепил форму капитана торгового флота, а в третьем пришел с большим букетом роз. Вот как. Хотелось бы понять, как этот гастролер вышел на товарища Гришукова. Гришуков просто случайная жертва. Преступник не ожидал его встретить у Рудникова. Я дорогой портфель перехватил вместе с ценностями. Ну, во всяком случае, ваша задача – установить судьбу документов. А если он их сжег, например? Значит, найдите следы пепла. Виктор Сергеевич, может, вас что-то отвлекает от расследования? Или кто-то? Вы не стесняйтесь, мы поможем. У меня все в порядке. Тогда позвольте мне вам совет дать дружеский. Разберитесь поскорее с личной жизнью. Вам что, уже заявление успели накатать? Пока нет, но вполне может. Инесса Петровна – женщина с характером. Благодарю за совет, но в своей личной жизни я разберусь как-нибудь без помощи ЦК КПСС. Или я в этом тоже должен держать отчет? Виктор Сергеевич, не репеньтесь. Я очень к вам расположен. Я, конечно, могу сделать так, что до поры до времени на сигналы будут закрывать глаза. Но поверьте мне, еще не такие люди слетали с должности за моральное поведение. Всего хорошего. В Сочи чуть со стыда не сгорел. Сижу на совещании, министру докладывает в Москве план перехват. Захват сотрудника. Стрельба. Товарищ подполковник. Молчи уже, Васильева. Я стоял перед ним и глазами хлопал, как вот вы сейчас. Кто вообще это придумал послать тебя в это агентство? Я. Я принял решение и действовал, исходя из оперативной обстановки. В рамках полномочия, исполняющего обязанности начальника отдела. Дело-то мы раскрыли. Дело вы раскроете, когда вооруженного бандита поймаете. Да и он два дня. Так точно. Свободный. Я что-то не пойму, заняться, что ли, нечем? Что, вставили по первое число? Николаевич так орал, что меня даже здесь уши закладывало. Да фигня. У нас в Перми прапор так матом халил, что птицы весной на север улетали. Вань, ты молоток, что меня не сдал. Прямо уважаю. По сути, я решение принял. На твою авантюру я больше не куплюсь, понял? Да мы бы неделю потратили, если бы этих девок по городу ходили и опрашивали. Согласись, Вань. Да я тебе не Ваня, а старший лейтенант Дудин, а ты, Вороня, со своим куст железа, пока горячо. Скоро допрыгаешься. Ты подумал, что было бы, если бы мы Таню не нашли? Но мы же нашли ее и убийцу взяли. Пусть одного, но все же. Риск – это часть нашей профессии, или я не прав? Так вот в следующий раз своей башкой рискуй, а не Таниной. Усек? Я, что ли, должен был бабское платье напялить и туда переться? И от пули этого урода я не прятался. Он случайно ушел. Да знаешь что? Перестаньте! Вань, там сестра Кондрашова приехала. Надо в морг идти. Здесь останешься. Не она эта, не Олеся. Посмотрите внимательно. Вы давно ее не видели, к тому же, пластические операции. Не она, слава богу. У Олеськи, у нашей, на голове были две макушки. Мама еще говорила, это счастье. Правда, одна. Хотите, можете анализы всякие сделать, но зря время потратите. Не Олеся это, что я свою сестру не узнаю. Никит, а зачем рассол в фарш? Чтоб сочнее было. Даже самый смак. Получается, по документам Кондрашовой жила неизвестная женщина? А если верить показаниям Грегора, она была вооружена. А как он ее перепутал? Цвет волос и фигура похожа. Да и после пластика они все одинаковые, к тому же темно было. Значит, убийца у нас есть, кого он убил, непонятно. Все, как мы любим. У моей знакомой недавно пропала собака. А вчера звонила, нашли. Потому что у собаки был микрочип. Спасибо, мы и не надеялись, что Энджи найдут. Когда его украли, Альбина так плакала. А когда его у вас украли? В прошлом году, в октябре. Вообще целая история вышла. Мы хотели дачу купить, я снял деньги со счета. На заправке буквально на секунду отвлеклись, и машину украли вместе с деньгами, и Энджи в салоне. А преступников нашли? Да какой там до сих пор ищут. Самое глупое, что я сам начальник отделения банка, в котором снял деньги. Я точно о деньгах никому не говорил. Но деньги в банке выдает операционист, разве нет? Да всех сотрудников проверили, ни одной зацепки. Я, кстати, слышал, что это уже третий случай в Москве, когда клиентов грабят с крупными суммами денег. Скажите, а девушка с этой фотографией вам знакома? Нет, не знаю такую. Понятно. Ладно, мы поедем, если что-то вспомните или станет известно о вашей украденной машине, сообщите, пожалуйста. Я вас провожу, заодно я Энджика выгуливаю. Аля, ты сварим пока кашу, а то не издец, чем его там кормили. Не хотел при жене говорить. Короче, узнал я эту девицу, Лина или Каролина. Был у меня с ней кое-что в сентябре в прошлом году. Это еще до того, как машину украли? Да именно так, до отвали ты. У меня аллергии на нем. А где вы с этой девушкой познакомились? В баре. Мы с коллегами отмечали окончание рабочей недели, я выпил лишнего, ну и с Альбиной поругались. В общем, поехали к Лине домой, ну, там сами понимаете, что. Вы ей что-то рассказывали про свою работу или про деньги, отложенные на дачу? Что я, идиот. К тому же, тема сдачи появилась только где-то через месяц. Знакомые неожиданно решили продать. Да и не спрашивала она меня ни о чем. А про себя что-то рассказывала? Не до разговоров нам с ней было. Солидный сотрудник банка, красавица-жена, и так легко повелся на блондинку в баре. Ты пойми, что здесь дело не в уме, а в физиологии. Да что они вообще находят в этих силиконовых? Но, вероятно, то, чего они не находят в своих женах. Неужели мужчины такие управляемые? Танюш, ты пойми, что в сладкую ловушку может попасть не только мужчина, но и женщина. Вот в деле, который по твоей милости чуть не сожрал вещик, очень похожая ситуация. Ну, куда вы? Ну, подождите. Ходят и ходят, просят и просят. Обслужи людей. Да подожду. Виктор Сергеевич, вы мне скажите, новости есть? Вы понимаете, что у воров нет ничего святого? Они вчера квартиру моей племянницы обокрали. В сводках ничего не было? Племянница где работает? В магазине? Да ну, какой в магазине? Музыку преподает за 90 рублей в месяц. Я ей говорила, давайте официантку устрою, нормально работает. Боже, нет бряк, а какие приятнее. Дай телефон, я разберусь. Вы разберитесь. Мне скажите, пожалуйста, у меня ухожев пропалый, и несколько дней не звонит. Это тоже к вам, да? Нет. Тут милиция не поможет. У меня занятие в музыкальной школе допоздна. Я вчера вернулась домой, а тут дверь открыта, замок сломан. Знакомая история. Почему милицию не вызвали? Так не пропало ничего. Даже наоборот. Наоборот? Я вчера на кухне нашла новенькие 50 рублей и записку. Извините за беспокойство. Может, это ваши деньги? Просто забыли? Да что вы, с моим окладом я и рубль не забуду, а тут целых 50. Замок вскрыли тем же способом, что и в других квартирах. У тебя с собой номерок оперы, выданных лужей Капанадзе? Да. Можно от вас позвонить? Да, пожалуйста. Номер совпадает. Полтинник из сберкасс. Наш гастролер работал. Зина, это узнала? Хорошо. Нужно кое-что уточнить. Мы подъедем часов восемь. Ну, проходите, проходите. Вот, садитесь. Давайте, давайте. Наливочки, своя. Леш, держи себя в руках. Это лишнее. Мы по делу. Я же готовилась. Ну, пожалуйста. Давайте. Вот, правильно. Присаживайтесь. Зин, ты говорила, что кого-то еще из твоих знакомых ограбили. Ох, да. Вы знаете, на прошлой неделе Диану Петровну. А до этого у Надежды Васильевны просто всю квартиру вынесли. Ты сейчас про заведующие меховой секции Балатона и директора магазина Диеты? Да, именно. Я чуть-чуть, я совсем немножечко. Обокрали очень солидных людей, которые заработали свои сбережения непосильным трудом. Чего вы смеетесь? У нас в торговле все очень нервно. Нам вообще молоко надо бесплатно давать. Зина, про пропавшего Арканья. Когда вы с ним последний раз свидетельтесь? В прошлую пятницу. Он мне сказал, что на выходные едет писать этюды. Ни слуха, ни духа. Он художник? Да. Где вы познакомились? Да, в театре на Таганке. А что смотрели? Слушайте, я ничего не поняла. Как-то странно, декораций не было. Актеры по залу ходят. Ну, какой там буфет? Вот мне бы такие цены держать. Зина, про Аркашу. Про Аркашу. А, про Аркашу. Была такая ситуация. Значит, я хотела заплатить в буфете. Глянь, а кошелька нет. Представляете? И тут Аркаша с пола его поднял. Мне отдал. И я прям сразу поняла, что это очень честный человек. Вот этот честный человек, скорее всего, и подрезал твой кошелек. Да вы что такое говорите-то? Вы знаете, какой он обходительный. У меня с ним каждый день, как 8 марта. Можно твою телефонную книжку? Конечно. Да, открывайте там все. Могу, да? Да, конечно. Леш, ну здесь телефоны всех наших потерпевших. Диана Петровна Болотон, Петя Ремонт Авто, Надежда Васильевна Продукты, Галина Павловна Билеты в кино. Как у племянницы фамилия? Верочка Золото. Почему Золото? Ну, фамилия Девичья. Моя сестра когда-то вышла замуж за Степана Золотой из Житомира. А что? Теперь понятно, откуда художник взял телефоны будущих жертв. С племянницы Осечка вышла. Он перепутал фамилию с родом деятельности. А как он адреса узнавал? Вот, Ирочка, телефонная станция. Как же та скотина, как... Подождите. Я же ему деньги давала. Я же ему стирала. Я же ему готовилась. Зин, ты встретишь еще своего суженного. Надо просто не сдаваться. А я не сдаюсь. Эх. Жаль, что из-за вашей страсти чистоте у нас нет и отпечатков пальцев. В доме порядок должен быть. А ну, подождите. Подождите. Не так давно Аркаша чинил мне этот утюг и ковырялся там, как... Утюг принеси? Неси, конечно. Сейчас. Одну минуточку. Утюг. Утюжел? Надо оформить протокол изъятия. Угу. Алеш. Ну, ухаживал за мной один мужчина. Очень обходительный. Просил узнать адреса нескольких телефонов. Сказал, для работы нужно. И вы сообщили служебную информацию первому встречному? Так он представился сотрудником Мура, Васильевым. Вот наглый тип, а. И Зина болтушка. Наш гастролер находится во всесоюзном розыске. Его отпечаток нашли на внутренней стороне у тебя, который он здесь не починил. Зырянов Аркадий Палыч, 1942 года рождения. Кличка художник. Рост средний, крепкого телосложения. При совершении преступлений может использовать грим, парики, униформу работников различных предприятий. По словам телефонистки Ирочки, Зырянова интересовало шесть номеров. Квартира ограблена пять. Кого же он еще ограбил? Посмотри в записной книжке. Нашел. Георгий Ревазович, санаторные путевки. Это ж Капанадзе. Вот откуда у него паспорт грузина. Только почему Капанадзе молчит о краже? Так может его на допросы вызвать? А это вряд ли, Алеша. Ты сегодняшнюю сводку происшествия читал? ГУВД Мосгоросполком. Сводка происшествий за 16 июня 1980 года по городу Москве. В 19-20 в парке культуры и отдыха Сокольники произошла драка, в результате которой получил ножевое ранение гражданин Капанадзе ГР. На месте происшествия были задержаны двое жителей Кутаиси. Микки Ашвиви А.Д.И. Додиани И.М. Еще один участник драки скрылся. Слушай, я серьезно говорю, никакой драки не было. Мы просто земляком гуляли по парку. Все, тьфу, вы че, иракли. А господин Додиани разговаривать умеет? Разговаривает, мой дорогой, даже поет, только стесняется. Мой золотой, скажи, мы можем идти? Там товар ждет, люди ждут. Гвоздика очень нежный цветок. Ну пойми. Микки Ашвили, если я захочу, я буду каждый день вас вызывать на допрос. Тогда ваши гвоздики, по-моему, скучать начнут. Идет? Зачем так нервничать, слушай? Ну, была драка, все видели, глупо отрицать. Ну, наконец-то, давайте. С этим проходимцем Капанадзе мы в ресторане познакомились. Сели, выпили, грузию вспомнили. Потом он пожаловался, что какой-то мерзавец его дочку обманул. Переживал, плакал. Я тоже чуть не заплакал. Хуй, вы че? Нет, 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 пусть молчит. Продолжайте, пожалуйста. У нас у самих дочери. Я решил вместе с Ирогли помочь земляку. Все. То есть вы предложили помочь? Подожди, слушай, я плохо объясняю. Он нам сказал, помогите, ребята, объяснить человеку. И вы поехали в Сокольники? Да, мы поехали в Сокольники. Пришел этот человек. Но когда мы его увидели, я сразу понял, что никакой дочки нету. И ни в дочке дело вообще. Зачем Капанадзе тогда позвал вас? Потому что тот ему сказал, дай мне тетрадку, а то мои земляки рассердятся. Что за тетрадь? У него спроси, не знаю, только он за эту тетрадь попросил 10 тысяч рублей. Золотая, наверное, я не знаю. Кто начал драку? Ну, потом Капанадзе прыгнул на этого мужчину. Тот достал нож, вот так встретил его, сразу убежал. А арестовали нас почему-то. Ну, это я знаю. Это он? Да, он. Теперь все еще больше запуталась. Капанадзе в больнице и отказывается давать показания. Не, наоборот, теперь как раз все ясно. Зирянов ограбил квартиру Капанадзе и вместе с деньгами прихватил кое-что ценное. Тетрадку? Не просто тетрадку, Алеша. А тетрадку, за которую можно попросить 10 тысяч рублей, улавливаешь? Так это из-за тетрадки Капанадзе не стал обращаться в милицию. Похоже, этого Грузина тоже рыльца в пушку. Капанадзе и жадность фрая разгубила. Ищи его теперь по всей стране. Да. Виктор Сергеевич, это Гордеев из ЦК. Мне некогда. Привет. И где тебя носят весь день? Можно? Я вчера полночи читала советское дело своего деда. Тень великого сыщика все нас не отпускает? Не смешно. Я нашла очень интересную зацепку. Один ворквартирник соблазнил буфетчицу, залез в ее телефонную книжку и нашел адреса богатых жуликов. Так сейчас у всех смартфоны. Вот именно. Я сгоняла к Нильчиному в банк, и его компьютерщики нашли в его телефоне шпионскую программу. Значит, наша блондинка зря времени не теряла в постели. Да. Ей нужно-то всего было. Только залез к нему в телефон, и она прослушала все его телефонные разговоры. И могла точно знать, когда будут сниматься крупные суммы денег. Отработанная схема. Похожие дела были в прошлом году в Питере и в Краснодаре. Надо изымать смартфон. Уже. Сестра Кондрашовой написала заявление на розыск Олесе. Ну чего, из телефона-то, может, вылезешь? Эх, опять свиньи победили птичек. Все как в жизни. Вместо одного дела уже имеем два. Да, и одно поможет раскрыть второе. Танюш, что у нас есть? Неизвестная грабительница банков скрывалась под именем Олеси Кондрашова. Она не просто скрывалась. У нее был целый пакет ее документов. Ага, плюс в силиконовой грудь и убийще. Никита. Ну а что, ценное замечание. Девочки, правда, были похожи. Грегор в темноте их даже перепутал. Последнее фото на странице Кондрашова было сделано в ноябре прошлого года в Таиланде в отеле Роял Сиам в Паттайе. А больше в интернет она не заходила. Что, сгоняешь в Тай? Сам к Зуеву с этим предложением пойдешь. Ты же у нас начальник. Вот именно. Нужно обратиться в туристическое агентство и взять список всех, кто в это время был в отеле. Точно. Вдруг ее кто-то помнит. Я вам идею подкинул, а вы разрабатываете. Работаем. Есть. Добрый день. Була Гунова. Мы из полиции. Скажите, вы отдыхали в ноябре прошлого года в Таиланде в отеле Роял Сиам? Отдыхали? А что такое? Помните эту девушку? Я не помню, там много таких было. Я помню. Симпатичная такая. Ты, конечно, все углядел. Кто бы сомневался. Давай сама. О, теперь и я вспомнила. Прокачанная блондинка со злым лицом. Я бы, честно говоря, таких в приличные отели не пускала. Почему? Там что-то случилось? Разврат там случился. Выложила буфера свои силиконовые возле бассейна. А порядочные мужья на нее шеи свои сворачивали. А чем она занималась в отеле? Да загорала полугола и пила. А потом допрыгалась, заболела и пять дней в номере провалялась. А чем она заболела? А кто ее знает? Отравилась, наверное. Может, алкоголем местным. А может быть и наркотой. Вон, в соседнем отеле такая же блондинка. Напилась и в море утонула. Правда? Интересно. Готова? Реле на стартере поменять только нужно. А-а-а. Кондрашова в последний раз видели в ноябре прошлого года в Таиланде. И в то же время в соседнем отеле утонула русская девушка. Я не верю в такие совпадения. Так направьте запрос в посольство. Они должны знать. Конечно, направим. Но пока они ответят. А тут я могу тебе помочь. Мой бывший однокурсник Паша сейчас большая шишка в МИДе. Когда-то он ухаживал за мной. Ларчик, ты волшебная. У тебя везде свои люди, да? А-а-а. А Коша красивый был? Не воображай ничего такого. Паша, как здесь красиво. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ой, слушай, Лариса, ну ты совсем не изменилась ни капельки. А помнишь, как мы забор в депо красили? И ты нас с девчонками спас от хулиганов. А тебя тогда чуть не побили. Ха-ха-ха. Да, было дело. А ты не жалеешь, чтобы променяла карьеру в МИДе на роль жены следователя? Нет, Паша, не жалею. Но Витя мой уже умер. Я тоже вдовец. Паш, а что там по нашему вопросу? Ну, я наводил справки. Туристка Ольга Мирошник утонула в море. В крови нашли алкоголь. Это было точно Мирошник? Ну, местные власти, конечно, толком расследование не проводили. Но у нее в кармане были автомобильные права и браслет с названием отеля. Служащие, кстати, опознали туристку тоже. А где ее похоронили? Ну, как обычно, поступает в таком случае тело по страховке в закрытом гробу отправили в Россию. А у нее родители живут, кажется, в Кашире. А по второму имени Кондрашова? Кондрашова обращалась в российское посольство в Бангкоке с заявлением о потере загранпаспорта. Ей выдали временное удостоверение. Спасибо, это уже кое-что. Я вас оставлю, мне надо бежать. До свидания. Ну что? Паша, а можно попробовать? Серьезно? Да. А ты умеешь лежать? Ну так. Я тебе показать? Ну, ты меня будешь поправлять, если что не так. Хорошо. Меня будешь поправлять. Так. Побольше замах. Валентина Романовна, а вы видели тело дочери перед похоронами? Из Таиланда этого проклятого гроб запаянный привезли, и мы так и похоронили. Я даже не успела попрощаться со своей девочкой. Олечка у нас, она была очень красивая. Вот. Она росла хорошей, доброй девочкой. У нее сердце было золотое. Сердце у нее золотое. Весточки ни разу не прислала. Носа сюда не казала. Как тебе не стыдно, Федя? При чужих. Ты сам ее из дома выгнал. Конечно выгнал, она все сбережения наши украла. Тебе только денег всегда и жалко было. Я деньги вот этими руками зарабатывал. Тридцать лет баранку крутил в леспромхозе. Много ты видел в своем леспромхозе. А Олечка на другой жизни хотела, понимаешь, другой. Да бог с тобой. Простите. Это волосы вашей дочери? Я могу взять? Очень нужно. Да. А скажите, а почему это вдруг полиция вспомнила нашу Олечку? До свидания. До свидания. Все началось в Таиланде, где Мирошник и Кондрашова жили в соседних отелях. Мирошник, Кондрашова. Наоборот, Тань. А, да. Наши силиконовые близняшки делали пластику в одной клинике. Я узнал. В Таиланде пьяная Кондрашова утонула в море. Точнее, ее убили. Ведь не случайно же у нее нашли водительское удостоверение на имя Мирошник. Местная полиция заморачиваться не стала и отправила тело девушки в цинковом гробу на родину. То есть под именем Мирошник была похоронена пропавшая Кондрашова? Да. Мошенница приехала в Россию под ее именем. Да. А чтобы не спалиться на границе, она инициировала потерю за гранд-паспорт и ей выдали временное удостоверение. В итоге грабительница банков Мирошник официально мертва, а лже Кондрашова спокойно жила в Москве полгода. И по иронии судьбы стала жертвой бывшего парня, девушки, у которой жизнь не украла. ДНК-экспертиза с помощью волос Мирошник, изъятых у родителей, установила, что именно она погибла под колесами пикапа. Все это очень хорошо, друзья мои, но скажите, пожалуйста, почему до сих пор не задержан вооруженный преступник? Поиски Макса пока не увенчались успехом. Как парень с татуировкой на башке может скрываться так долго? Товарищ подполковник! Товарищ подполковник! А я Макса нашел. Вот, Юрий Николаевич, работай. С чего ты решил, что у Макс тут? Я подумал, а где татуированный чувак не будет в глаза бросаться? В стату салоне. Ну, а дальше дело техники. Агентура помогла. Он вооружен, может, спецназ вызовем? У меня есть идея получше. Молодой человек! Кто пиццу гавайскую заказывал? Макс, хавку принесли. Где тебя черти носят? Я уже закимарить успел. Полиция, двинешься, буду стрелять! Кто меня сдал, твари? Да мы и сами справились. Я пробил револьвер Макса. Из него первого декабря был убит судимый за разбой Николай Веригин. Но оружие-то он забрал у Мирошник после того, как ее убил. Получается, она вернулась из Таиланда и убила своего сообщника. А зачем? Может, делиться не захотела? Да вряд ли дело в бабках. Может быть, они поссорились, она его разлюбила? Сомневаюсь, что она могла кого-то любить. Ей даже на родителей было плевать. Забрала все сбережения и смылась. Простите за назойливость, но в деле моего мужа в одной из квартир вор случайно украл компромат на хозяина, теневого дельца. Разбойное нападение на меня тоже вы расследуете? Мы к этому еще вернемся. Сейчас я по-другому вопросу. Капананзе. Почему вы скрыли от следствия, что ваша квартира была обворована? Как обворована? Я ничего не знаю. Мне жена ничего не говорила. Я сейчас говорю о краже, при которой был похищен ваш паспорт, по которому потом преступник снял деньги с избиркнижки Рудникова. А вы опять за свою, да? Я же говорю, паспорт украли. Я заявление в милицию написал. Вы знаете, у меня есть показания слесаря, Жек, который менял замок в вашей квартире. Он утверждает, что замок был вскрыт. Ну, хорошо, кража была. Вообще, это мое дело. Заявлять о краже в милицию или не заявлять? Мне кажется, я знаю, почему вы не стали заявлять в милицию. Узнаете? Это ведь ее преступник предлагал вам выкупить за 10 тысяч рублей. Вы поймали этого ублюдка? Нет. Но он сам прислал тетрадку в мур, как, видимо, и обещал вам. Послушайте, это не я. Это все это Рудникова придумала. Она вообще не женщина, она какой-то черт юбки. Я уже все рассказала. И добавить мне нечего. Или вы нашли мои пропавшие деньги? Пока нет. Но я узнал кое-что интересно о ваших отношениях с гражданином Капанадзе. Ой, опять вы об этом. Я вам уже сказала, что с Капанадзе меня связывают. Только деловые отношения. Только деловые отношения? Только деловые. Галина Павловна, вы прекрасную схему разработали с гражданином Капанадзе. Выписывали копии новых зарубежных фильмов для санатория. Это моя работа. Капанадзе пару раз показывал отдыхающим, а потом самолетом в Грузию и крутил их на левых сеансах по курортам с Хуми, Батуми, Гагры. В разгар сезона по пять-шесть сеансов в день получалось. И что? Я копии выписывала официально, а про афера Капанадзе слышу первый раз. То есть, вы не в курсе, что Капанадзе за копию получал примерно до 10 тысяч рублей? Сколько? Вы не знали. Капанадзе платил вам только тысячу, да? Жадный боров. Еще какой. Продолжим разговор. Я вам уже все рассказала. Я никаких денег от Капанадзе не получала. Я могу идти? Идите. Этим делом теперь занимаются коллеги из ЭБХСС. Вам прощут повестку. Ждите. До свидания. Ну, а нам что делать? Тетрадка с готовым уголовным делом досталась коллегам из ОБХСС. А у нас только конверт. Конверт это зацепка, Алеш. И судя по штемпелю, письмо было отправлено из Салтыковки. На почте от правителя письма предъявил паспорт Капанадзе. Значит, он им еще пользуется. Да, и наверняка прячется где-то здесь в поселке. Передвигаться по городу опасно. Даже в гриме. Наверное, снял квартиру или дачу. Так лето же тысяч людей снимает. Так иголку с того сена искать будем. Черт. Иди отсюда. Иди отсюда, очки себе купи. Сам иди отседовай, крот слепой. Иди отсюда, очки себе поди купи. Смотри, так. Зачем шумим, товарищ? Непорядок. Вы гляньте, в чем она семечки продает. Возьмите. Возьмите семечки. Вот это кружка. Пять кофеек. Спасибо. А я вам и так и бесплатно отдам. Бабушка, а вы где эти бумажки взяли? Так это, ну что, Кеша нашел где-то. А вы сами читали, что здесь написано? Мне зачем? Это, у меня глаза-то слабые. От телевизора смотрю. Мы из Мура. где сейчас Кеша? Кеша, я прошу тебя, нам очень важно знать, откуда ты взял эти бумаги. Я майор уголовного розыска, обещаю, тебе за это ничего не будет. Участковый тоже обещал мне трогать, когда я с водокатчики слезу. А потом по шее надавал. Хороший ножик у тебя. Братильник из Сочи привез. Угу, из Сочи. В ножички играть умеешь? А вы умеете, что ли? О, обижаюсь. Я ж не всегда майором был. Собразим? Чур, первый ход мой. Большой полец пролезает, значит, считается. Ну куда, куда? Смотри, мой же не пролезает, значит, не считается. Так нечестно. У вас вон какие пальцы толстые. Признаю свое поражение. Здорово! Я милиционера обыграл. Здорово! Что с бумагами? У тети Иры в сарай целый портфель таких бумаг. Мы с пацанами нашли, когда в войнушку играть. Дачник ваш дом, Ирина Даниловна. Да спит он вроде. то сутками пропадает, то целый день из комнаты не выходит. Разбудить его, что ли? Нет, нет, я сам. Допрыгался? Зирянов, милиция! Все, все, руку пусти, больно! Я грабил только жуликов. Наказывал расхитителей народного добра. Не стройте себе Робин Гуда. Вы воровали у одних жуликов и отдавали другим. Зато я бедных не обносил. А? Ну, взять хотя бы Зинкину племянницу. Я как понял, что ошибся, я сразу ей все компенсировал. А Зинаиде подберезкиной зачем вы ее обокрали? Она же отнеслась к вам трепетно, по-женски. Зинка. Хоть и дура, но женщина добрая. Так что я ее из любви к ней обнес, чтобы ее друзья-жулики со свету не жили. Подумали бы, что это она на них навела и того. Интересная у вас психология, Зирянов. Полезная для жизни. Вот в тюрьме она вам пригодится. Будете урок друзей ваших жизни обучать. Ближайшие лет семь. Так вот, Мирушник с Верегиным тоже могли, не того, кого нужно ограбить. У нас в тюрьме жены прокурора кто на сумочку сленгал. Потом вернулись с букетом цветов и извинениями. Именно. Я проверила список обокраденных клиентов банка. И Колышкина Инна Васильевна. А знаете, кто это? Любовница Мусы Дербенского. Ну, Муса за такое в бетон мигом закатает. Значит, Мирушник боялась за свою жизнь и уехала в Таиланд. Там Кондрашова и убила. Потом вернулась под чужим именем, убрала подельника, чтобы он не мог сдать себе Мусе. Что? Концы рубила. Там зу всех вызывает. А интересный у твоего деда архивчик. Дай уж потом полистать. Тут, к сожалению, не все. Часть документов ушла на кульки для семечек. Благодарю. Виктор Сергеевич, вы произвели на нас положительное впечатление своей принципиальностью. Я рад, что закончил это дело. А что вы скажете о переходе на работу в ЦК? Подумайте, для вас это движение вверх. Спасибо за доверие, но я уверен, что как член партии принесу больше пользы на своем месте в море. Ну, что ж, не скрою. Удивлен. Ну, во всяком случае, я желаю вам успехов. Кстати, примите мои поздравления с предстоящей свадьбой, Виктор Сергеевич. А откуда вы? Спасибо. Я вижу все в сборе. О, даже Лобов проснулся. У меня объявление. Дудин ко мне. Да, Юрий Николаевич. Ты назначен моим заместителем с присвоением очередного звания капитан. Поздравляю. Виктор Сергеевич. Тихо. Еще не все. Теперь и Васильева. Еще генералу дадутся. Ну, что, Танюш, заказывай мундир. Теперь ты младший лейтенант. А оружие? Да будет тебе оружие. Пиши рапорт на мое имя, сдавай зачеты и вперед. Проси, Калаш, сразу. Юрий Николаевич, а у нас в отделе-то теперь место у первополноученного свободно. Будет тебе, Ваня, новый сотрудник. Будет. Вон, лейтенант Воронин подал рапорт о переводе в наш отдел. Принято положительное решение. Юрий Николаевич, он ведь неуправляемый. Ну, вот и научись им управлять, товарищ капитан. Все, на этом торжественная часть закончена. Берегите здоровье. Слышишь? Я бы за неуправляемого с тобой перетер. Устав не велит. Ты же у нас теперь настоящий начальник. Ну, вот и запомни эту мысль. А лучше запиши. Хватит. Праздник портить. Да никто ничего не портит. Что, погоны обмыть положено? Знаю, здесь парочку злочных мест руоню. А я с недавних пор разлюбил злачные места. Ну, тебя вычеркиваю. Вы оба приглашены ко мне домой, и это не обсуждается. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ларчик, мне идет? Очень. Ну, наконец-то вы похожи на сотрудников полиции, а не на банду. Родные вы мои! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...